Важно быть на одной волне не только с теми людьми, которые работают с тобой ежедневно, но и с теми людьми, которые помогают развивать тебе бизнес. Мария, доброе утро. Как настроение? Доброе утро. Отличное. Вы уже показали и рассказали о тех челленджах и вызовах, которые стояли перед вами в 2020 году и рассказали о своих планах. Расскажите, как изменились цепочки поставок в 2020 году? Ну, вы знаете, конечно, надо сказать, что в целом вся ситуация с пандемией сильно изменила не только цепочки поставок, но и всех нас. Я не буду банально рассказывать о том, что мы научились работать удаленно, например. Я расскажу о том, что в данном случае, что я хочу отметить, пандемия выступила каким-то таким общим врагом, против которого мы все объединились. И логисты, знаете, из таких мрачных, скучных людей, которые ходят, сначала перекладывают коробки, а потом их возят по магазинам, превратились действительно в центр коммуникации и с поставщиками, и с нашей операционной службой, с нашими магазинами, с нашими покупателями. И это, конечно, суперизменение. Можно ли выделить какие-то тренды вообще в цепи поставок? Потому что мы каждый раз, затрагивая разные категории, разные сферы, всегда говорим о том, что существуют какие-то, ну, понимаете, да, какие-то фишечки, которые можно будет использовать в будущем. Вот тренды в цепи поставок 2021 год, возможно? Это супер вопрос, потому что мы вот сейчас на всевозможных форумах логистических цепочек поставок активно это обсуждаем. Мне кажется, что наметился очень четкий, внятный переход от supply chain в value chain. То есть мы как цепочки теперь создаем такой бесшовный конвейер движения от поставщика до полки, а в конечном итоге даже, наверное, не до полки, а до холодильника нашего любимого покупателя, который там должен увидеть свежий товар, он не должен его разочаровать, он должен быть правильного качества и так далее. То есть вот этот переход, это то, над чем сейчас мы все, специалисты, профессионалы цепочек поставок, активно работаем во всех областях, во всех категориях и с поставщиками в том числе. Как вы думаете, сколько времени нужно для того, чтобы осуществить грамотно этот переход? Ну, знаете, как я все время говорю в ритейле, год за пять. Будем надеяться, что сделаем быстрее. Я думаю, что в течение 2021-2022 года, как я рассказала уже, дополнительное внедрение систем, которые нам помогут это сделать, мы как раз должны вот эту работу закончить. Я знаю, что вы человек опытный, и вам всегда есть чем поделиться. Что можно будет пожелать всем поставщикам в каждой категории для того, чтобы улучшить коммуникацию и взаимодействие с компанией «Магнит»? Вы знаете, я как Иван Ургант. Дисциплина, дисциплина, дисциплина. Качество продукции, качество коммуникации. Вот это основное, чем нам с вами нужно делиться, и то, что нам с вами друг другу надо предоставлять. Без этого ничего построить не сможем. Какие задачи ставите перед собой в 2020 году лично для себя, для того, чтобы улучшить и сделать компанию «Магнит» более эффективной? Вы знаете, я верю в то, что мы в целом меняем мир к лучшему. 2020 год, у нас осталось два месяца. Наша задача – высокий сезон пройти. Пройти его так, чтобы наши уважаемые, любимые покупатели были действительно счастливы от того, что мы делаем. Ну, а 2021 год – это год новых систем, новых платформ, новых внедрений. И, как показал опыт 2020 к 2019, все свои обещания мы сдержали. Я действительно желаю, чтобы 2021 год был успешным и эффективным, и пусть все изменения, которые вы задумали, действительно реализуются в лучшем виде. Роман, огромное спасибо. Продолжение следует...